Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа. Я ее ведущий Александр Глушенко. И продолжая отвечать на ваши вопросы, сегодня мы затронем волнующую многих из вас тему, каким образом нынешние и сегодняшние правоохранители, оперативные службы, спецслужбы, каким образом они получают информацию о деятельности оппозиции, каким образом, ну, сейчас наглядных примеров тому, как, каким образом преследуют оппозицию, достаточно много. Власть полностью расчехлилась, спецслужбы и, ну, проще говоря, давайте так назовем вещи своими, менты, расчехлились. То есть они абсолютнейшим образом перестали сохранять, какие бы то ни было приличия при привлечении оппозиционеров к ответственности, где и как эту информацию они добывают, какие традиции существовали и существуют в нашей правоохранительной или спецслужбистской истории, кто этим занимался, кто этим занимается, где это все берется. Скажем так, определенного рода изменения в структуре стукачества или представления, знаете, как это называется на языке спецслужбистов, внеочередной оперативной информации. Представление внеочередной оперативной информации. Мы можем эту картинку наблюдать по кинофильмам, художественным, различным, там, берите какую-нибудь улицу разбитых фонарей, например, там, или еще что-то там такое, связанное с обычными милиционерами, там, возьмите тоже классический фильм «Место встречи изменить нельзя» и кучу других про того же участкового Аниськина. Информацию добывали всегда, потому что если ты обладаешь информацией, ты обладаешь властью. Более того, в определенной степени, скорее всего, и однозначно под это, например, в советское время, да и сейчас я в этом уверен, у меня есть такая информация, может быть, не совсем гласная, не совсем доказательная, доказанная, с моей точки зрения, что определенные денежные суммы на подкуп людей, представляющих информацию, внеочевидную оперативную информацию, вот так это называется во всяких там инструкциях и приказах. Ну, это сами, сами чекисты, сами менты об этом рассказывают, потому что, простите, я, вот я еще раз говорю, простите, потому что многие иногда на меня обижаются за то, что я имею связи в этих кругах, но связи в этих кругах я имею только для того, чтобы вам рассказывать правду и чтобы вы эту правду знали. Вот, значит, смотрите, значит, есть определенные денежные суммы, которые просто-напросто людям выплачивают для того, чтобы они эту информацию представляли. И на все это есть серьезные ассигнования, бюджет есть определенный. Вот я вам привожу пример, например, в 50-е годы я просто это все раскопал, вычитал по интернету в соответствующих статьях. Вспоминайте, 30-е, 40-е, 50-е годы это высочайший уровень репрессий в нашей стране, да? Ну, фактически террор по отношению к своему собственному народу, развернутый, например, Сталином, да? Смотрите, средняя заработная плата в стране составляла порядка по тем деньгам, это ни в коем случае не соотносится ни с зарплатами после 61-го года, это не соотносится с зарплатами после распада Советского Союза, средняя зарплата в стране составляла порядка 800-900 рублей. 800-900 рублей получал среднестатистический гражданин, это я его называю уровень конца 40-х, начало 50-х годов. Так вот, вознаграждение полицейского, вернее, милицейского в то время, или чекистского стукачка, милицейского стукачка, внедренного в уголовно-лагерный мир, внедренного в преступную среду, значит, составлял примерно 500 рублей, то есть примерно половину человеческой зарплаты, то есть среднего уровня заработной платы, ментовский стукачок мог получать от органов внутренних дел примерно половину месячной зарплаты. Кто бы в то время, достаточно сложное, достаточно нищее время, отказался от подобного рода вознаграждения. Были люди, которые не отказывались и этим занимались. Серьезные моменты были связаны, тут уже не менты, тут чисто занимались этим делом чекисты, КГБ, НКВД, вот эти все службы, которые боролись с антисоветчиной, с шпионами, диверсантами и так далее, резкое и активное продвижение людей по работе. Вот тут я, скажем так, опираясь на воспоминания своих родителей, своих родителей, обнаружил среди, обнаружил среди друзей, допустим, моего отца, который поступательно, начиная с Великой Отечественной войны, как фронтовик, ну, делал военную карьеру, дослужился до полковника, там крупный ученый достаточно был, но при этом он прошел все ступеньки, в том числе и военное училище, военную академию, и вдруг я среди его друзей обнаруживаю, ну, не уже покойных, покойного человека, да, обнаруживаю человека, который не заканчивал ни военное училище, ни военной академии, но лихо дослужился до полковника, не имея никакой научной работы, занял должность начальника кафедры, в крупном военном институте, да, это очень высокая должность, скажем так, начинаю копаться в нынешних его родственниках и последователях, блин, через одного служит ФСБ, что это значит, лихая карьера без военного училища, без военной академии, без прохождения необходимых командных должностей, взводный, ротный, комбат, командир полка, не может полковник стать, не пройдя эти четыре ступеньки, все, человек получил, намек, намек, встречаю среди своих однокашников, неважно, по училищу, по академии, по гражданскому институту, вдруг встречаю людей, которые почему-то вдруг оказались в штате ФСБ, ни с того, ни с сего, ну, ты учился на Ваньку Взводного, проще говоря, начиная от Ваньки Взводного, заканчивая командиром полка, или получал гражданскую специальность, тут у меня, например, учитель гражданской специальности, вторая гражданская специальность, специалист в области административного управления, политолог, да, я получаю эту специальность, я могу по ней работать, ты каким образом в этом самом КГБ оказался, братан, тебя же учили как раз на те специальности, по которым мы вместе с тобой учились, вот так люди получают продвижение по службе, и своеобразное вознаграждение, страшнее, тяжелее, конечно, было вознаграждение, стукачество, в местах лишения свободы, и сейчас это продолжается, продолжается, об этом мне рассказывают действующие служащие в СИН, они просто говорят, что нормально, просто опер, зоновский опер, вызывает этого зэка к себе в кабинет, якобы на какую-то там профилактическую беседу, открывает банку тушенки, или какой-нибудь деликатесный продукт, дает ему покушать, и вытягивает с него информацию на паритетных основах, то есть не морду бить, не глаза выкалывать, и уши отрывать, а просто дать ему банку тушенки, и он тебе даст полный расклад о том, кто склонный к побегу, кто нарушает режим содержания, кто держит шишку на этой зоне, кто качает верхушки на этой зоне, и потом уже начинается соответствующая борьба с вот этим вот, с этой отрицаловкой, вот с этим отрицательным элементом в той же колонии, то есть за миску супа или банку тушенки в зоне тебе сдадут, что хочешь, потому что условия содержания такие, что хочется кушать постоянно. Вот это мнение псиновцев. Поэтому, друзья, мы с вами живем именно в ситуации, когда вокруг нас существует отрицательное информационное поле, плюс к этому мы слишком халатно относимся к сохранению наших тайн в интернете. Честно говоря, если у ментов или чекистов будут хорошие хакеры, хорошие программисты, то и стукачи-то со временем будут не нужны. Про вас можно скачать все, что угодно. Да еще вам закачать столько отрицательной информации на ваши аккаунты, на ваши сайты, еще куда-то, что сразу после этой закачки можно прийти и брать вас под белые рученьки. И вы замучитесь доказывать, что вас взломали. 21 век. Пока. Редактор субтитров А.Семкин